Здравствуйте! Что делать, если болит сердце? Как распознать сердечно-сосудистые заболевания? С чего они начинаются и какие риски представляют? И как заранее позаботиться о том, чтобы сердце оставалось молодым и здоровым? На эти вопросы ответят специалисты медицинского центра «Кардио плюс», генеральный директор Гаяне Киракосян и главный врач Евгений Журавлев. Здравствуйте! Здравствуйте! Гаяне Альбертовна и Евгений Александрович. Скажите, пожалуйста, вот действительно вот эта проблема сердечно-сосудистых заболеваний такая серьезная и по смертности наша страна от этих заболеваний занимает первое место, вернее вот количество этих заболеваний на первом месте и смертность тоже? Да, к сожалению, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время занимает одно из первых мест. И связано это, наверное, с тем, что люди меньше начали двигаться, то есть имеет место гиподинамия. И, к сожалению, идет омоложение. Все больше молодых людей обращаются к нам по этой проблеме. Поэтому на сегодняшний день, конечно, она актуальна. Да. И как раз ваш центр этим занимается. О чем, собственно, и говорит название. Кардио Плюс от греческого кардио-сердце. И плюс. Вот плюс – это знак качества или это еще дополнительные какие-то услуги, варианты и возможности для пациентов? Нет. Значит, все дело в том, что сердце может страдать по двум причинам. По сердечной причине и внесердечной причине. Изначально мы ставили задачи как раз-таки выявление внесердечных причин, по которым страдает сердце. Ведь когда имеется сердечная причина, то есть это острая коронарная недостаточность, или, иначе говоря, инфаркты, или изменения там при врожденных и приобретенных пороках, тут все ясно. Наибольшее внимание заслуживают изменения со стороны сердца, когда имеется сопутствующая патология. Та же гипертоническая болезнь, которая меняет сердце. Та же онкология, та же эндокринология. То есть все сопутствующие, поэтому мы и называемся кардиоплюс. Мы хотим выявить причину, почему сердце страдает, и уже идти по пути избавления человека от причины, а не от следствия. Да, то есть заболевание сердца – это уже как последствия каких-то серьезных заболеваний. Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович, а когда все-таки нужно идти в центр? При каких симптомах? На что обращать внимание? Первое проявление болей, учащение сердцебиения, затруднение дыхания, нарушение со стороны артериального давления, повышение либо снижение артериального давления. Нужно уже, конечно же, обратить внимание на то, что нужно обследовать. Пока за этим всем можно следить в домашних условиях, да, при помощи элементарных каких-то вот аппаратов, препаратов, а потом уже, когда вот эти симптомы… Лучше, конечно, не доводить, да потом уже. То есть, да. Нужно для себя понимать, в какое состояние все-таки у организма на тот момент, когда мы это ощущаем. Для этого, конечно же, всем пациентам нашего медицинского центра рекомендуется заводить личные такие индивидуальные картотеки здоровья, по которым мы можем отслеживать и динамику, и развитие заболевания, да, и улучшение, ухудшение всяких различных состояний. Поэтому для пациентов все-таки первой рекомендацией является частичные, не частичные, а постоянные профилактические осмотры. То есть, что у нас… То есть, не ждать, а вот прийти, обследоваться… Да, не ждать. Да, хотя бы раз в год обследоваться, посмотреть состояние своего организма. Потому что зачастую бывает, что скрываются сердечные проблемы, вот как Ина Альбертовна уже сказала, скрываются за какими-то другими болезненными ощущениями или какими-либо хроническими заболеваниями. Да, вот как раз я прочитала, вот если неправильно, то поправьте. Боли за грудиной, в плече, в руке, одышка, расстройство желудка, кашель могут быть симптомами болезни сердца. Сердце, ну как же так? Это же совершенно, мне кажется, совершенно другие системы. Вот кашель, плечо и так далее. Расстройство желудка, тем более. Вот как это может быть связано? Есть такое понятие радиации, когда боль происходит, и природа имеет в одном органе, а отдает она, ну, как бы, в другую часть тела, да. Также при стенокардических вот болях как раз бывают иридирующие боли в левое плечо, в левую лопатку, да. Это один из таких классических признаков, да, вне классических признаков, которые редко встречаются. Это боли как раз вот в желудке, в левом подреберье внизу, да. И человек обращает внимание не на сердце, а на тот орган, который расположен, да, топографически вот в этой области. Поэтому здесь. Да, ну вот в современном мире мы, можно сказать, даже избалованы количеством центров, да, это и муниципальные, федеральные, региональные центры, плюс еще очень много частных. Вот в вашем центре есть какие-то особенности, своя специфика, которая вас все-таки отличает? Вот вы уже говорили о плюсе. Может быть, что-то еще? Конечно, конечно. Я считаю, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Вот исходя из этого принципа, как раз-таки и работает наш центр. Вот как сказал Евгений Александрович, мы проводим профилактические осмотры. И, в принципе, это хорошо, что люди уже дошли до этого, ведь это же тоже надо самосознание иметь, чтобы следить за своим здоровьем. И приходят уже семьями. То есть, да, у нас есть такие пациенты, которые каждый год приходят профилактически, осмотр проводят всех органов и уходят. Как раз-таки вот эта категория, она у нас задействована в том плане, что мы можем быстро выявить какие-то изменения. Потому что, как вы сейчас отметили по поводу того, что коронарная симптоматика может быть разной, да, это зависит от локализации, в каком именно месте происходит недостаточность. То есть, грубо говоря, инфаркт, острая ишемия, в каком месте происходит. Поэтому она выражается очень, как бы, в разных ракурсах. Да, понятно. Вот вы сказали осмотр всех органов. Меня это как-то насторожило. У вас есть возможности диагностики всех органов, получается, в центре, да? Конечно. Во-первых, это самое. У нас очень хорошо поставлена диагностика, поскольку диагностика, правильный диагноз – это 80% лечения. И в связи с этим у нас ультразвуковой аппарат современный, который… УЗД-БЦС? Нет. Нет? Нет. Это ультразвуковой аппарат, который оснащен всеми датчиками четырьмя, позволяющими практически проводить все известные ультразвуковые исследования. Ну, самое типичное, по-моему, электрокардиограмма, сокращенная ЭКГ, да? Ну, у вас, конечно, вы ее проводите. А для чего вообще вот она проводится? И что первое? Вот приходит к вам пациент с какими-то проблемами, что первое вы назначаете для диагностики? Какие аппараты он должен пройти? Какие обследования? В первую очередь, конечно же, после первичной консультации кардиолога, ну, кардиологи назначают лабораторные исследования и, конечно же, электрокардиограмму СУЗИ сердца, да? На электрокардиограмме мы видим электрические отведения, да, со стороны сердца, а на эхокардиографии уже можно оценить визуализацию, да, состояние сердечной мышцы самой. Со стороны лабораторных исследований мы оценим, конечно же, в первую очередь лепидограмму, да, посмотрим состояние жирных кислот в организме, да, который ведет у нас, как правило, к атеросклерозу и атеросклеротическим изменениям, что часто у нас очень выявляется и встречается. И это, наверное, вот основной объем такой специализированный именно на кардиологию, которая идет. А можно заглянуть вообще в сосуды изнутри? Вот есть такая у вас возможность, чтобы вот продиагностировать сосуды, увидеть, вот говорят многие про какие-то бляшки, и вот это, чтобы все невозможно видеть. Так, значит, вот как раз-таки вот это исследование, вот это и УЗДГ-БЦС. То есть вот в расшифровке это звучит как ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов брахиоцефального ствола. То есть брахиоцефальный ствол – это основной ствол, подпитающий головной мозг. Это крупные сосуды, в которых могут и как бы отмечаться вот эти атеросклеротические бляшки. Но вот эти возможности есть практически во всех центрах вот именно УЗДГ-БЦС или нет? Или это вот редко все-таки? Ну, я думаю, нет. Но я думаю, что должно быть, потому что это одно из распространенных обследований. Но весь вопрос в том, что все же ультразвуковая диагностика – немножечко субъективная методика, и она очень операторзависимая. Ой, вот как интересно. Да. Субъективно – это в чем вот субъективизм? Субъективность в том, что каждый видит по-своему. То есть очень важно, какой специалист сидит за этим аппаратом. Даже не столь важно, сколько сам аппарат, а кто сидит за ним. Ну, у вас хороший специалист в центре. Опытный. Ну, чтобы вот рекомендовать, потому что действительно задумываешься, как вы сказали, диагностика 80% успеха, можно сказать, для лечения. Да, конечно. То вот ваш специалист, он вызывает доверие в вашем центре? Ну, вообще я хочу сказать, что я сама занимаюсь ультразвуковой диагностикой с 85-го года. А, ну, тогда. Да, то есть, и поэтому, в принципе, владею практически всеми методиками, которые позволяют диагностировать. Отдельно производится диагностика сердца и сосудов или общая сердечно-сосудистая система? Вот как во всем этом разобраться? Потому что мы говорим то про сердце, то про сосуды. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что это взаимосвязь. Вязанное сердце, голова, как говорится, да, в народе, это одна система. И они зависят друг от друга очень плотно. Если страдают сосуды, страдает сердце, и если страдает сердце, страдают сосуды. То есть поэтому отделять их нельзя. Единственное тут вопрос в том, что нас интересует, что преобладает, именно кардиология или именно неврология, потому что все же сосудами занимаются неврологи. И исходя из этого строится план обследования. У нас вот есть акции, да, которые как раз таки адаптированы под эти исследования. То есть вот одна из акций, например, консультация кардиолога ЭКГ и ЭХКГ, то есть она кардиологическая. Вторая ЭКГ, консультация невролога и вот УЗДГ-БЦС, она неврологическая. Да. Вот не знаю, согласитесь или нет, но я сама ходила на прием к неврологу, и он сказал, вот врач, просто, что сегодня всплеск вот таких заболеваний, связанных с неврологией. Вот вы с чем это связываете? Почему так происходит? Очень много пациентов, которые вот именно к неврологу обращаются. Что происходит? Вот на что, да? Первым проблемным моментом у нас в стране является, конечно, Евгения Альбертовна его уже озвучила, это гиподинамия. То есть очень часто и очень много стало офисных работников. Мы сидим, мы не двигаемся, мы не посещаем фитнес-клубы, которые являются у нас в доступности, да? Да, в доступности, может быть, территории, но цены тоже там. Мы элементарно не выходим на улицу, не гуляем в парках. Сейчас в парках как бы пустота, да? Я вот часто хожу с ребенком в парк, мы прогуливаемся с ним, и видим только детей, пожилых мало людей, возрастных мало людей. У нас все заняты, у нас всем некогда, некогда следить за своим здоровьем. Вот это вот и стрессы тоже, наверное, влияют, да? Конечно, стрессы влияют. Повышенный темп, вот при гиподинамии, да, повышается темп, вот какой-то вот внутренний. Получивость снижается организма, потому что организм не может сразу адаптироваться. Плюс, естественно, возрастные изменения. То есть атеросклероз, вот мы говорим, а на самом деле расшифровка его заключается в том, что сосуды теряют эластичность, и они не могут сразу адаптироваться при изменении погодных условий, тоже та же метеозависимость. Это сосуды метеозависимости? Конечно. Вот это основной фактор, который как раз-таки и влияет на вот... То есть гиподинамия влияет на эти. Поэтому мы, значит, консультации, как бы, с пациента начинаем с того, что надо изменить образ жизни. Понятно. И здесь у нас возникают проблемы. Люди хотят лежать на диване и пить лекарства. Мы им предлагаем, как бы, оздоровиться, то есть вылечиться, выздороветь. Не просто, как бы, уйти. Нет. Вот лечение все-таки медикаментозное тоже, наверное, присутствует, помимо того, что вот перенаправление своей вот мотивации. Конечно. Но я хочу отметить вот тот факт, что лежа на диване пить таблетки, это неправильно. И не вариант выздоровления. Конечно, конечно. Вот еще говорят, хотела у вас уточнить, что женщин вот эти проблемы в меньшей степени касаются. Не знаю, с чем это связано, но как бы вот сердечно-сосудистые это мужчины. Мужчины страдают, умирают от инфарктов, погибают и так далее. Нет, смотрите, смотрите. Значит, у нас существует так называемый критический возраст для мужчин и для женщин. Для мужчин, к сожалению, он с каждым годом молодеет. Если мы раньше говорили 35-40, то мы сейчас говорим 30-35. Женщина пока функционирует, она защищена. Но, к сожалению, с возрастом, когда идет угасание половой функции и преобладает концентрация мужских гормонов, то женщины тоже становятся. И как раз-таки после 50 преобладают уже женщины в этой категории. То есть однозначно ответить на этот вопрос, кто в какой мере страдает, очень тяжело. Это зависит от индивидуальности организма. Но, в общем, тенденция вот такая. Евгений Александрович, все-таки еще хочется услышать про подход к лечению. У вас в центре какой он, если его характеризовать, охарактеризовать? Как вы подходите к пациенту? Подход, конечно же, давно отошли от всех шаблонных методов лечения. Подход абсолютно индивидуальный. То есть у нас, кроме специалистов кардиологического профиля, принимает специалист-диетолог, специалист-психотерапевт, специалист-невролог. То есть мы разнонаправленно действуем, берем клиента, как бы, так сказать, в оборот, да, чтобы дать ему понять, что нужно двигаться, что есть проблемы все-таки. Поэтому первичные консультации, получается, строятся таким образом, что нужно сначала узнать, что все-таки интересует больше пациента. Его интересует его состояние здоровья, или его интересует назначение медикаментов, да. Поэтому стараемся привести пациента к тому мнению, что все-таки здоровье, оно важнее всего, поэтому нужно им заниматься, да. Конечно же, часто разговоры идут о том, что нужно заниматься профилактикой. Нужно постоянно, нужно постоянно профилактику вот эту поддерживать, постоянно двигаться, соблюдать диетические рекомендации какие-то, да, и почаще обращаться к врачу, если все-таки возникают причины, да, зачастую бывает так, что мы сбегали в аптеку, у нас сейчас в аптеках, кстати, очереди, как в магазинах продуктовых, сбегали в аптеку и взяли таблеточку от того, что у нас болит. Нет, так делать ни в коем случае, конечно же, нельзя. Поэтому мы убеждаем пациента, мы стараемся его вывести вот на правильное направление. Да, вот вы сказали про диетическое такое направление, я бы хотела уточнить, чем нужно себя подпитывать вот в этом отношении, кроме кислорода, и вот диета какая должна быть, чтобы все время профилактически правильно себя вести, чтобы сердце оставалось молодым и здоровым, как мы сказали изначально. Ну, здесь, конечно же, ни в коем случае не должно быть ни недоедания, ни переедания, да, все должно быть, конечно же, может быть. А ваши специалисты могут объяснить, назначить конкретную диету, потому что и от возраста, и от пола, она от всего зависит, да? Да, конечно же, конечно. Здесь подход тоже строго индивидуальный, то есть для каждого клиента расписывается его определенное меню, то есть мы не рассчитываем колоражей, там, специальных каких-то, да, мы рассчитываем определенное меню. Никогда не занимаемся тем, что запрещаем что-то клиенту употреблять в пищу, да, то есть это психологический такой аспект, который, как говорится, запретный плод, он сладок всегда. А как же пишут везде, вот майонез нельзя, жиры нельзя, если там на беконе жирок, лучше его отложите в сторону. Вы таких не даете рекомендаций, да? Да, рекомендации есть в ограничениях потребления, то есть полного отказа никогда не должно же быть, конечно. Понемножку можно. Да, по чуть-чуть, конечно же, можно, чтобы себя успокоить. Да, чтобы действительно вот опять нервную какую-то вот свою составляющую, эмоциональную, не напрягать и не вот не мучиться, что вот я лечусь и страдаю. Лечусь. Знаете, важно, чтобы человек умел со своим организмом общий язык находить. То есть организм ему подскажет, что в этот момент ему надо. И если ему в этот момент надо шоколад, он должен съесть, но одно дело съесть одну конфету, другое дело съесть целую плитку шоколада. Вот в чем вопрос. То же самое с беконом, да? Если хочется, ну съешь ты кусочек бекона, ничего страшного не случится. Но просто надо знать меру во всем. Когда эта мера соблюдается, потихонечку меняется обмен. Ведь то, что говорит Евгений Александрович, надо менять на уровне обмена веществ, тогда уже организм не захочет это есть просто. Он уже поймет, что это ему не надо. Это балласт, который откладывается и мешает ему. Вообще организм, конечно, очень интересная и сложная система. Да. Вот. Поэтому, если с ним быть на ты, то все встает на свои места. А вот вы можете это научить? Мы стараемся. Построить вот такую гармонию. Мы стараемся. И только пациенты тоже должны хотеть. Да. Это желание обоюдное должно быть. Хотеть и работать все-таки. Конечно. Ну, для этого, конечно же, все есть. То есть, я вот говорю. Возможности центра это позволяет тоже специалистам. Конечно. И диагносты, и аппаратура, оборудование. Конечно, конечно, выявить, объяснить, разъяснить и назначить лечение. Когда мы говорим, что есть возможности, вот все-таки вынуждены уточнять в современной нашей действительности, в наших экономических условиях, возможности вот ценовой политики. Они у вас как-то варьируются. Доступность, вот. Вы приглашаете, да, вот пациентов. Да, конечно. А насколько ваши услуги доступны, собственно говоря? Наши услуги на данный момент являются какой доступности? Ну, приведу такой пример, что на начало 2014 года был приведен приблизительный общий прескурант услуг коммерческих, вот коммерческих медицинских услуг. То есть мы, несмотря на то, что вот эти все экономические явления происходят в стране, мы вместо того, чтобы поднимать все-таки цены, да, как-то прикрываться, мы оставили цены на том же самом уровне. То есть мы относимся не к тому, чтобы повысить, как бы, свою прибыль, да, к тому, чтобы клиентов все-таки вести, лечить и помогать им жить достойно и хорошо достаточно. Также вот Гайна Альбертовна упоминала о том, что были введены специальные акции, кардиологические, неврологические, все-таки кардиология – это остяк нашего профиля, да. Были введены эти акции, которые предусматривают 30-процентные скидочки, то есть, ну… А, ну вот это очень важно. И пациентам, да, очень хорошо. Тогда можно всей семьей ходить, если вот есть скидки, пришли несколько человек. Сейчас начинаем работу вот с дошкольными и со школьными муниципальными учреждениями. Сейчас наступает период как раз каникул, отпусков, чтобы родители могли своих детей тоже со скидочками проверить перед школьным периодом. Ну, хочу вернуться к сосудам. Вы сказали, что метеочувствительность – это уже такой важный тревожный симптом, который свидетельствует о болезни сосудов. Вот даже если метеочувствительность есть, нужно к вам обращаться. От этого можно избавиться через какое-то время? Или это уже остается такой хронической болезнью? Вы знаете… Потому что проблема очень актуальна. Вот через одного все говорят – болит голова. Вот меняется погода, все, люди не работать не могут. Можно, можно. Извините, перебила вот ГНМ, Альбертовна. Нет, нет, я это самое с удовольствием предоставлю Евгению Александровичу, потому что все же… Конечно, Гайна Альбертовна говорила о том, что сосуды и организм наш должен быть адаптирован к условиям внешней среды, да. И поэтому, если мы не занимаемся своим организмом, не пытаемся начать разговаривать с немноты, то, соответственно, никакой адаптации мы к внешним факторам воздействия не получим никогда. Здесь, конечно же, все дело в тренировке, да. Мы должны тренировать, мы должны заниматься профилактикой, лечебной физкультурой, да. В наступлении холодных периодов года мы должны обязательно обратить внимание на то, что нам нужно активность свою увеличить для того, чтобы кровоснабжение усиливалось, для того, чтобы сосуды работали, да. Посещение, как я говорил уже, парков, пешая ходьба, спортзалов, то есть это все обязательно нужно. Нам нужно работать. Физическая активность – это первая рекомендация, да. И, конечно же, выявление, то есть если все-таки появляются у нас какие-то признаки, да, у нас появилась головная боль при смене погоды, то есть мы это заметили. Вместо того, чтобы говорить, что у меня начала голова болеть на погоду, да, я стал метеочувствительным, нужно выявить причину. Для этого, конечно же, нужно обследоваться, надо не затягивать с этим, да, и не ждать, когда это все перерастет в хроническое, а еще хуже там, не дай бог, перерастет в воздух. И вот в связи с этим еще одна модная тема в последнее время – чистка сосудов. Открываешь интернет, и там вот чистим сосуды продуктами, какими-то народными средствами, еще чем-то. Это вот имеет основание для того, чтобы этим пользоваться? Либо медикаментами, либо чем? И вообще может сам человек прочистить себе сосуды? Ну, почему же он не может? Ну, может, он прочистит себе сосуды. Но кто дает гарантию на то, что при окончании курса этой чистки сосудов, он не вернет свои сосуды в то же самое состояние или не усугубит еще хуже, да, это все? А в центре есть возможности? Можно я добавлю вот такую вот вещь? Вот вы сказали чистка сосудов, да? Очень много пациентов с сосудистыми проблемами имеют варикозное расширение вен, обусловленное тромбозами, тромбофлебитами и так далее, да? Все эти чистящие средства, как вы назвали, которые в интернете и так далее, они имеют свойство реорганизовывать эти тромбы. И он может просто-напросто пойти, если неграмотно к этому подойти. И могут провоцировать очень тяжелые состояния. Поэтому все эти мероприятия должны быть под контролем врача. Все равно вот это должно быть. Консультация, специалисты первое. Да, у нас в сознании народа это должно войти, что без врача нельзя вот такие вот резкие движения делать по отношению к своему организму. Скажите, пожалуйста, вот еще, чтобы у нас все-таки представление сложилось, что сегодня представляет из себя ваш центр и как вы планируете развиваться? Потому что все сегодня смотрят вперед, появляется новое оборудование, новые возможности, что-то вот у вас есть какие-то планы на этот счет? Ну да, конечно же, конечно же. Планируем дополнительно открытие новых медицинских центров в регионах, где сейчас муниципальная медицина очень сильно хромает. То есть очень много народу у нас приезжает именно из Самарской области, которые жалуются на то, что мы не можем, мы не имеем возможности попасть в медицинские центры. Или в очереди, или нет специалистов. Или нет специалистов. Ну это бич такой наш муниципальный, наверное. Поэтому планируем открытие новых медицинских центров. Может быть здесь где-то в городе запланируем дополнительно. Но здесь много хороших медицинских центров тоже, которые работают в тех же самых направлениях. Много профильных центров, очень много. С стороны каких-то инноваций, ну это, наверное, дополнительное привлечение, оповещение все-таки клиентов, напоминание клиентам о том, что наступила осень, надо провериться, надо заняться своей профилактикой. Даже не выводить пациента на то, что ему надо прийти, а хотя бы напомнить ему о том, что есть его здоровье, о том, что надо заниматься. То есть да, это в обязательном порядке все у нас. Да, еще вот знаете, какую проблему хотелось затронуться, потому что вот мы говорили, начали с высокой смертности. Очень много людей умирает, когда вот приступы сердечные, да, и не могут ни родные, ни соседи оказать вот правильную медицинскую помощь. Человек погибает, либо начинают его там тащить, вставай, идем, выводить там к скорой или еще куда-то. Вот про это можно, какие-то советы? Вот есть ли приступ какой-то там, инсульт, инфаркт или что-то? Вот человек сердечно не даст, боли в грудине. Вот что первое нужно сделать, на что обратить внимание, чтобы не травмировать, чтобы дальше не было больших проблем? Ну, при болях в грудине одно, как бы, это положение. А, тут все, да, да, да. Вот видите, комплекс, да, вот такого представления. А при инфарктах и инсультах это все-таки немножко другое. То есть при болях в грудине, конечно же, нужно занять то положение, которое более комфортно для человека, принять таблеточку нитроглицерина под язык и вызвать, конечно же, скорую. Дождаться скорой и без скорой никаких таблеточек больше не глотать. Если давать совет для родственников, не дай бог, тех людей, у которых случился инфаркт, либо инсульт, то здесь, конечно же, как бы, человека не нужно никуда не тащить, не везти, не заставлять, не пичкать таблетками. То есть при инсультах это можно дать таблеточку. Да, свое поведение. И вызвать обязательно скорую. То есть добиться того, чтобы скорая приехала в кратчайшие сроки. Это возможно. Еще знаете, какой вопрос? Вот часто, когда мы тревожимся, очень сильно за кого-то переживаем, мы говорим, сердце болит. Вот это как-то связано физиологически или нет? Вот меня все время волнует, почему сердце болит. Я думаю, боже мой, действительно, может, у меня оно болит? Или это вот как-то переживание откладывается эмоционально, и кажется, что сердце болит? Нет, болезненные ощущения в сердце, они возможны именно при психоэмоциональных нагрузках. В начале программы мы с вами говорили о том, что стрессовый фактор, он очень сильно влияет на то, что развивается патология сердечно-сосудистой системы как раз. Поэтому даже при малейших стрессовых каких-то ситуациях могут возникать, конечно же, боли именно в сердечной мышце. Обоснования физиологически все-таки есть. Да, конечно, конечно. Потому что это уже ушло в такое оформление, такое литературное. И так как вы специалисты сами, кардиологи, скажите, пожалуйста, как вы лично, вот ваши советы, сохраняете свое сердце и сосуды молодыми и здоровыми, что вы делаете для этого, чтобы наши телезрители воспользовались вашими личными советами? Ну, что касается меня, то я практически каждое утро плаваю по полчаса, пешие прогулки в день минимум час, ограниченное питание, конечно же. Я практически сейчас мясо не ем. То есть такое... Хотя вот говорили, что можно себя не ограничивать. Нет, вы знаете, дело в чем? Нет, желания нет. Не потому что я как бы это, если я захочу, я ради бога. То есть ограничение сладкого, ограничение, не исключение. Здоровый образ жизни и питание, все. Больше ничего не надо. И ваше очень коротко рецепт здорового молодого сердца. Это я продал машину и хожу пешком и пользуюсь общественным транспортом. Вот видите, движение все-таки у нас остается. Движение жизни, конечно, конечно. Остается самым главным рецептом. Спасибо за то, что к нам пришли, поделились советами, потому что проблема действительно очень актуальная. И нужно хотя бы раз в год, вы сказали, да? К минимуму обращаться в центр, проводить диагностику, получать консультации высококлассных специалистов. Спасибо еще раз, до свидания. Я прощаюсь и с вами, до новых встреч, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова